всем большой привет дорогие мои зрители и сегодня я запишу несколько видео где нарисую с нуля нашу картинку эта серия будет предназначена для тех кто вот только-только начал изучать иллюстратор поэтому я буду все максимально подробно пытаться рассказывать и если для вас это too much то ну перематывайте итак первое что мы делаем это создаем файл и здесь я запишу те настройки которые я ставлю при создании файла для загрузки его на микростоке так смотрим вот на эту панель у вас может быть другая версия иллюстратора но принцип общем то тот же самый так но первое можно дать название да у нас тут допустим я назову его вот так вот дальше ширина высота я ставлю 1000 на 1000 если хотите можете поставить как у меня пункты пики дюймы миллиметр не важно мы ставим пункты обязательно пункты размер файла будет меньше от этого и ищем 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 дополнительные параметры дополнительные параметры выбираем обязательно цверк rgb вот смик выбираем на rgb все это самые важные параметры пункты ширина название и цвет rgb нажимаем создать все у нас при создании файла будет одни и те же параметры всегда далее что мы делаем у меня есть нарисованный шаблон да то есть я просто села на листики нарисовала как смогла так сказать что то такое да вот так вот скажем что то такое я нарисовала и с этим будем дальше работать перетаскиваю его на нашу монтажную область да то есть на наш квадратик который мы создали как это делается то есть просто его выделяю нажимаю зажимаю левой клавишей мыши и перетаскиваю и бросаю как видите у меня моя картинка очень очень большая гораздо больше монтажной области здесь нам понадобится трансформирование для этого у меня нет названия что это трансформирование но нам надо поменять ширину и высоту вот видите вот эти вот сень синенькие полосочки это говорит о том что наша картинка является выделенной и мы можем с ней работать сняли выделение поставили выделение появились точки да вот здесь вот и в перекрестной голубые линии ширина высота если у вас есть там вкладка трансформирование сейчас не знаю может быть где-нибудь здесь потому что если вы как бы ну не настраивали свой рабочий стол то у вас он должен выглядеть о мой гад не так точно ну в общем ладно у меня вот здесь вот ширина высота нам необходимо ее поменять допустим ставим 1000 то этот вот значок да вот он разъединен соединен говорит что поменяется соразмерно ширина и высота зажимаю shift поворачиваю чтобы он встал у меня все ровно по горизонтали по вертикали да то есть он на 90 градусов если зажимаем shift вертится и зажимая shift он трансформируется а пропорционально да то есть не вот так вот там а зажимая shift он трансформируется пропорционально собственно вот такая вот история и сейчас что мне надо сделать мне надо эту девочку мою обвести я убираю ей прозрачность чтобы мне было легче работать зажимаю control 2 control 2 или выбираем объект и закрепить давайте допустим снимем объект закрепить закрепить выделенная все она у нас не двигается теперь с ней легче работать теперь поговорим дальше чем мы будем обводить собственно я бы обводить карандашом опять же чтобы просто не путать тех кто только пришел сразу несколько инструментов и так далее и теперь я буду планомерно все это дело обводить вот такая вот история я планирую делать видео минут по пять чтобы не перегружать юного зрителя и в следующем видео в следующем видео я покажу вам скажем так два пути по которому можно идти вот следующее видео будет очень очень важным поэтому обязательно посмотрите сначала его а потом приступайте уже к непосредственной работе и до встречи в следующем видео всем пока